Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Надеюсь, вы нормально себя чувствуете после вчерашнего застолья, ведь сегодня я хочу рассказать о новом прогнозе Илона Маска, который в новогоднюю ночь заставил рынки всколыхнуться, в том числе и биткоин. Что же это за прогноз? Давай изучим его и проанализируем. А если тебе нравится подобного формата контент, не забудь поставить лайк, это очень помогает каналу в развитии, а мне всегда очень приятно. Большое спасибо. Итак, прошлой ночью, прямо перед Новым годом, в Твиттере опубликовали пост со следующим содержанием. Сейчас существует 936 стартапов, чья стоимость превышает 1 миллиард долларов. Но как изменится этот список, скажем, спустя 5 лет? На самом деле в этом вопросе лежит все понимание того, что происходило в 2020 и 2021. Кажется, что если ты создавал техно-стартап в это время, например, компанию по производству электромобилей, люди просто закидывали в тебя деньги, даже не думая. Такие стартапы запускали IPO и делали на них сотни миллиардов долларов. Именно поэтому 2021 стал рекордным годом для IPO. Это был год мании мелкокалиберных акций, многие из которых покупала в том числе и Кэти Вуд из Арк Инвест. Интересно то, как Илон Маск отвечает на этот вопрос. Он говорит, если судить исторический опыт, немногие из этих технокомпаний выживут после новой рецессии. Я думаю, что нет другого человека на этой планете, который бы знал, о чем говорит, кроме Илона Маска. Почему? Потому что в свое время и его компании были на грани коллапса в 2008 году во время финансового кризиса. Например, Тесла и SpaceX едва не погибли 14 лет назад. Сегодня Илон Маск комментирует те события так. Раунд финансирования Тесла завершился 24 декабря 2008 года. Мне пришлось отдать все оставшиеся деньги от PayPal Тесле. И у меня даже не было ничего, что я мог бы продать, в том числе недвижимости. В недавнем интервью он сказал, что у него осталось около 40 тысяч долларов, и он должен был выбрать, кого принести в жертву – SpaceX или Теслу. В итоге он вложил в каждую компанию по 20 тысяч последних долларов. Он не хотел убивать ни одну из своих компаний. С помощью супернастойчивого трудолюбия и, может быть, удачи, Илон Маск и его компании прошли этот кризис. К сожалению, множество других стартапов не смогли пережить финансовый кризис 2008. Следующий вопрос, который задали Илону Маску – когда именно, по его мнению, случится новая рецессия? Илон ответил – предсказывать макроэкономику, мягко говоря, сложно. Я думаю, что примерно весной или летом 2022, но не позже 2023. Весной или летом 2022, по мнению Илона Маска, может произойти следующая рецессия. Сначала кажется, что это слишком жесткий прогноз, ведь весна и лето 2022 уже совсем скоро. Однако я нашел интересный график. Он показывает, сколько денег за каждый час труда работающее население должно платить в виде налогов, чтобы федеральный бюджет не увеличивал свой дефицит. Во время рецессии в 2008 году мы видели подъем этого показателя. Однако он выглядит просто ничем на фоне скачка сейчас. Прогноз Илона Маска смелый и ужасающий, и я бы не воспринимал все сказанное им за чистую монету, но давай попробуем разобраться, почему он может оправдаться. Разберемся, что может стать причиной, найдем факты, информацию и, конечно же, проанализируем это все. На самом деле, бедное население и средний класс до сих пор не отошли от рецессии 2008, потому что все те проблемы так и не были решены. Инфляция уничтожает наши накопления, валюта обесценивается, и все это происходит все быстрее с каждым годом. Например, за последние 12 месяцев мой новогодний чек в супермаркете вырос на 80%, хотя я покупал практически все то же самое. Итак, Илон Маск говорит, что у него есть внутреннее предчувствие, что рецессия может произойти либо весной, либо летом 2022. Интересно, ведь именно весной Федеральная резервная система США полностью остановит программу покупок активов на рынках. Это значит, что они также перестанут покупать ценные бумаги казначейства США, а также ипотечные бумаги. К чему это приведет? Конечно же, к повышению процентных ставок. ФРС планирует трижды повысить ставку в этом году. По словам Джерома Паула, председателя ФРС, это делается для того, чтобы не допустить инфляции. Но кажется, с этим они уже немного опоздали, потому что инфляция уже здесь. Похоже, ФРС просто притворяется, что они что-то делают. Вместо того, чтобы полностью остановить покупки, они будут замедлять их. В этом месяце ФРС купит активы условно на 70 миллиардов долларов, а в следующем уже на 55 миллиардов. И так до середины этого года. Я думаю, они верят в то, что пока они будут так медленно двигаться к полной остановке покупок, инфляция уже опустится до приемлемых величин. Итак, Илон Маск дает прогноз рецессии на весну или лето этого года. И это его внутреннее предчувствие. У меня тоже есть такое предчувствие. Я просто смотрю на вот это V-образное восстановление экономики после ковидного краха в марте 2020, а также последовавший за этим восстановлением экономический бум. И понимаю, насколько это все фальшивое. Фальшивое, потому что ФРС делает видимость того, что в экономике все хорошо, накачивая ее огромным количеством только что распечатанных денег. Просто вдумайся, они закрыли глобальную экономику на локдаун, а тем временем фондовый рынок растет и на 50% в год. Это точно не могло остаться без последствий. Эти последствия уже есть. Судя по вот этой диаграмме, все больше людей не платят за аренду. Также на этой диаграмме мы видим, что все больше людей не платят и за ипотеку. Правительство США при этом отправляет все больше стимулирующих чеков, фактически бесплатных денег. А доллары бьют рекорды в плане денежного предложения. И все это создает видимость огромного экономического роста. Так S&P 500, например, вырос на 117% после падения в марте 2020. Но есть одна проблема. Когда ты пьешь много кофе продолжительное время, тебе приходится пить все больше кофе, чтобы получить все тот же эффект. Здесь также. С каждым разом, когда они стимулируют экономику, им приходится печатать все больше денег. Вот почему рынки так взорвались после марта 2020. Кроме этого, им приходится не просто вливать в экономику все больше денег, но делать это все чаще. И сейчас мы наблюдаем последствия этого, которые могут усугубиться еще больше, учитывая то, что ФРС перестанет все это делать. Но самой большой угрозой для глобальной экономики в этом году станет не это, а то, что пандемия никуда не делась. А ведь именно она стала причиной всех этих финансовых действий со стороны ФРС. Даже наоборот, вот этот график заражений. Сейчас мы находимся на рекордных темпах распространения известной заразы. Почти 2 миллиона новых больных за сутки по всей планете. Посмотри, какой огромный скачок. Таких скачков не было даже на предыдущих пиках. Я не буду в это углубляться, потому что, во-первых, я не доктор, а во-вторых, я не политик. Просто такова статистика, и я делюсь ею с тобой. Из этого вытекает то, что потребитель до сих пор не определен. Например, многие люди просто никуда не улетают в отпуск или пытаются тратить меньше денег и экономят, потому что не знают, что будет завтра. Будут ли открыты границы, будет ли работа и будут ли какие-то новые ограничения. Еще один фактор, который добавляет инфляционное давление в нашу жизнь в 2022 году, это кризис цепочек поставок, который, по некоторым оценкам, может длиться еще два года. Пандемия в том числе показала, насколько слабой оказалась работа цепочек поставок в глобальной экономике. И сейчас все говорят, что все будет лучше в 2022 в этом плане, но 2022 еще не успел начаться, а мы уже видим, что некоторые порты закрываются. Также мы видим нехватку персонала и поставок. Дошло до такого абсурда, что центры тестирования на ковид закрыты из-за нехватки персонала и поставок. Это даже смешно. Бизнесы столкнулись с тем, что те ковидные проблемы, которые обещали исправить за 2021, до сих пор не исправлены. И, наконец, третий фактор – это план Байдена и его инфраструктурный биль на 1,7 триллиона долларов. Сейчас демократы поставили его под знак вопроса, и поэтому нет уверенности, что он будет воплощен. Но если будет, то США потратит 1,7 триллиона долларов на стимулирование экономики. Итак, простыми словами, что все это значит? А то, что когда ФРС США уберет все эти искусственные манипулятивные факторы, включая покупку всего и вся на рынке, мы увидим, насколько сильной на самом деле является ковидная экономика. И вот тогда станет понятно, будет ли правдив прогноз Илона Маска. Мне кажется, что вероятность очень высока, что без стимулирования и печати денег экономика будет чувствовать себя не очень хорошо. Ведь раздута она только за счет этого. Выходит, что гиперинфляция доллара, как ни странно, даже выгодна для ФРС. Намного меньше негативных последствий и больше причин перевести всех на цифровые рельсы цифрового доллара. Что означает еще больше контроля над гражданами и их финансовой жизнью. Это были мои мысли насчет прогноза Илона Маска о том, что рецессия может случиться уже весной или летом 2022-го. А что думаешь ты по этому поводу? Напиши в комментариях. А меня зовут Богатей Шиди. Если видео было для тебя интересным, почему бы не поддержать его лайком? Для меня это большая мотивация, а для канала хороший рост. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй. Обязательно богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!